Привет! Сегодня поговорим о декоративных материалах из фитополимера, о лепнении из фитополимера. Это разновидность полистирола, она высокопрочная, она не боится влаги и достаточно экологичная, так как не имеет запаха. Мы находимся в салоне Уровень и у ребят представлена огромная линейка южнокорейской компании Хайвуд. Лепнина это символ роскоши, ее используют давным-давно, еще в древнем Египте, 5000 лет назад использовали различные лепные декоративные элементы. Изначально она изготавливалась из гипса, на данный момент в наше время также используют лепнину из гипса, но такой вид материала используется только в сухих помещениях, так как влажность он переносит плохо. Поэтому и придумали такие синтетические материалы, как дюрополимер, фитополимер, полиуретан, который можно использовать во влажных помещениях. Чтобы лепной декор стал украшением вашего дома, нужно обязательно использовать несколько правил. И первое из них, это нужно учитывать площадь комнаты. В просторных помещениях вы можете не ограничивать себя в выборе и использовании лепного декора. Но если комната маленькая, следует использовать его дозированно, по чуть-чуть. Следующее правило использования лепного декора, это стиль лепнины. Следует придерживаться единого стиля по орнаменту и цветовой гамме. Третье правило лепного декора, обязательно нужно учитывать влажность воздуха. Как я уже говорила, во влажных помещениях, таких как ванна, санузел, либо кухня, мы используем только влагостойкие материалы. Дюрополимер, полистирол, либо фитополимер. В остальных комнатах мы можем использовать гипсовые лепные декоры. И четвертое правило, самое важное, это то, что лепной декор монтируется до покраски стен. И как профессионал, я советую использовать только специальные клеи. Молдинги, пилястры, барельефы, карнизы, розетки, все это звучит очень помпезно и вычурно. И кажется, что всю эту лепнину можно использовать только в классических интерьерах. Но нет, есть огромное количество вариантов лепного декора, которые мы можем использовать в минималистичных интерьерах. И как это сделать, я вам сейчас расскажу. Для визуальной коррекции к пространству мы можем использовать карнизы потолочные. Если мы выкрасим потолок и потолочный карниз в один цвет, то визуально будет казаться потолок ниже. Также мы можем сделать обратный код. Если мы выкрасим потолочный карниз и стену в один тон, стены визуально увеличатся. При помощи настенных молдингов мы также можем визуально корректировать пространство комнаты. Мы можем смонтировать вертикальные прямоугольники, и они визуально увеличат наши стены. Также мы можем корректировать по горизонтали пространство. Если мы смонтируем горизонтальные линии из молдингов на стенах, визуально комната расширится. Следующий вариант использования лепного декора – это разделение зон. При помощи молдингов мы можем разделить зоны, а также можем сделать акцентную стену. Следующий вариант – при помощи лепных элементов мы можем подчеркнуть любой декор. Например, обрамить стены, сделать картины при помощи молдингов и многое другое. Следующий прием – это сделать акценты на мебели, либо на мебельных группах. С помощью лепнины можно легко оправдать любое расположение мебели и расставить акценты. Следующий прием – это оформление оконных и дверных проемов. При помощи лепнины мы можем оформить дверной портал, можем сделать красивую нишу, в которую можно поставить любой декор интерьера. Можно ее подсветить, а также можно обрамить оконные проемы. Либо использовать молдинки внутри оконных проемов для декорирования самого портала. Идем дальше. Создание формы очага при помощи лепнины. Отличный прием. В древности было принято оформлять камины лепным красивым декором. В наше время также все это актуально. Мы можем при помощи молдингов, красивых резных карнизов или плинтусов оформить каминный портал и сделать домашний очаг. Следующий вариант – это применение лепнины в качестве самостоятельного декора. Любой барельеф, розетка, молдинг может служить самостоятельным элементом декора. Следующий вариант – это лепнина в качестве отдельных произведений искусства. Такие элементы, как фреска, барельеф, розетка, винтажный молдинг может служить отдельным элементом декора. Не могу не сказать про такой вариант использования лепного декора, как функциональная лепнина. В современных домах мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда нужно спрятать сетевые шнуры, кабели, либо вентиляционную решетку. В данной ситуации мы можем применить такие технические декоративные элементы, которые есть в линейках у многих производителей лепного декора. Еще один классный прием использования лепного декора в интерьере – это возможность спрятать предметы интерьера. Для того, чтобы это сделать, нам нужно смонтировать молдинги, либо какой-то другой лепной декор на предметы интерьера и выкрасить их в тон со стенами. Так мы можем поступать и с мебелью, и с дверями. Следующий прием – это создание эффекта высокого плинтуса. Многие мои заказчики мечтают об интерьерах в неоклассическом стиле, либо в стиле модерн. В данном случае очень классно использовать плинтус вместе с молдингом на расстояние сантиметров 30 между друг другом. Для этого они выкрашиваются в один тон и создается эффект высокого плинтуса. Он визуально делает красивую геометрию помещения и визуально увеличивает комнату. Ну и последний прием в использовании лепного декора – это светодиодная подсветка. Правильное расположение световой линии выгодно оттеняет элементы декора и зонирует помещение. Также до сих пор актуальна подсветка потолка, она создает эффект парящего потолка. Еще один вариант – вы можете подсветить декоративные ниши и создать глубину помещения. Надеюсь, что для вас было полезно это видео, но мы в свою очередь хотим поблагодарить за помощь в съемке мультибрендовый салон «Уровень», в котором вы можете найти огромное количество декора.